Деточка, потенциала я не вижу. Выбери себе, пожалуйста, другую профессию. Эти слова Ирина Гончарова услышала в свое время от Вячеслава Зайцева, когда пришла поступать в текстильный институт. Было обидно, но характер не позволил ей пустить руки. Ирина решила добиться своей цели и стать дизайнером одежды. Я докажу, я докажу, что как же вы ошибаетесь, Вячеслав Михайлович. Знакомство саровчан с театральным художником началось с рассказа о жизненном пути, о трудностях, которые пришлось преодолевать, неугасаемом желании шить и радовать своим творчеством окружающих. Ирина Гончарова работала портнихой и художником по костюмам в театрах у Марка Розовского, Романа Виктюка, Евгения Петросяна. Попутно участвовала в различных конкурсах дизайнеров. Это была фантастическая школа, которая научила меня всему шить за один день 15 костюмов и с рыночной торговки делать тонную бабу с собачкой, придумывать какой-то смешной, гротесный образ. Несколько лет назад Ирина придумала фестиваль народной карнавала и провела такие самобытные шоу в 15 российских городах. То, каким возможно будет фестиваль моды и красоты в нашем городе, наглядно продемонстрировали видеоролики с прошедших мероприятий. Также на творческой встрече посетители увидели две коллекции шляпок Ирины Гончаровой. А самые смелые зрителицы попробовали себя в качестве народных моделей и примерили авторские наряды. Взгляд рассеянный, губы расслаблены. Саленый ведро, понесли спея. После небольшого мастер-класса по подиумной походке с ровчанки продемонстрировали дизайнерские костюмы. И женщины, которые, возможно, впервые выступали в роли моделей, получили огромный заряд положительных эмоций. Получился проход под музыку, замечательно, мы же все женщины. Народный карнавал пройдет в Сарове в рамках празднования Дня города в июне. И творческая встреча с Ириной Гончаровой дала старт подготовки к предстоящему модному шоу. Всю актуальную информацию о фестивале моды и красоты и новых встречах с известными дизайнерами можно узнать на сайте арт-саров. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.